На зло ей я все-таки перемножил землекопов. Правда, ничего хорошего про них не узнал. Но зато теперь можно было переходить к следующему вопросу. У нас уже была малая теремовая форма. Давайте посмотрим, есть ли у нее какой-то вариант для составного числа. Мы уже знаем, что есть функции Г. Количество чисел взаимопростых. С числом 1. Так давайте рассмотрим все эти самые взаимопростые числа. Они есть какие-то. А1 – это, конечно, единица. Ну, а потом идут какие-то числа. Это все разные по модуру n и взаимопростые. Все варианты. Все взаимопростые с n числа от 1 до 1. Замечаем. И возьмем еще одну. Пусть у нас есть какое-нибудь еще число, тоже взаимопростые с числом n. И каждое из этих чисел умножим на b. Получим числа b, а1, b, а2 и так далее, b умножить на а с номером бет. Ну, может ли возникнуть общий делитель с числом b? Нет, конечно. b было взаимопростым. А было взаимопростым. А было взаимопростым. Произведение тоже взаимопросто. Хорошо. Могут ли среди этих чисел оказаться какие-то два числа, дающие один и тот же остаток при делении на n? Конечно, нет. Потому что если бы у нас какое-то там b, а, и, т, или какое-то b, а, ж, т давали в один и тот же остаток, то разность делилась бы на n. А значит, b, умноженное на разность делилась бы на n. Но b взаимопростым, значит, просто разность делилась бы на n. Ну, то есть они были равны. А и, т, и было равноженное. Замечательно. Значит, умножение на b, эта мысль уже много раз была для простого числа, но сейчас я вам на следующий случай повторяю, для числа составного. Умножение на b дает какую-то перестановку на этих числах. Прекрасно. Значит, если перемножить их все, то мы получаем по модулю n то же самое, что произведение вот этих. Давайте запишем. Перемножая числа, а первое, а второе и так далее, а с номером фи от n, мы получаем такой же остаток, как перемножая числа b, а первое, b, а второе и так далее, просто потому что от перемен мест произведение не меняется. Хорошо. Вынося b в степени фи от n и перенося вот это, получаем, что 0 это то же самое, что b в степени фи от n минус 1 умножить на произведение а первое, а второе и так далее, а с номером фи от n. Потому что эти числа взаимно простые, значит, мы доказали так называемый вариант Эйлера малой теоремы Фермера. b в степени фи от n сравнимо с единицей помножить n. Обратите внимание, если n простое число, то это, конечно, в точности малая теорема Фермера. Ну и доказательства, которые я сейчас рассказал, у нас вообще-то было, когда мы рассуждали про малую теорему Фермера. В точности такое доказательство было, только везде там вместо фи от n писали b минус 1, потому что n это было простое число b. Отлично. Между прочим, не всегда фи от n является наименьшим числом, которое здесь можно написать. Вот, например, если вместо n взять число 8, то фи от 8 это 4, и у нас получается, что b в четвертой сравнилось единицей по модулю 8. Это, конечно, правда, мы доказали сейчас, но на самом деле даже b в квадрате для любого нечетного числа даст единицу. Так что чуть-чуть можно усилить в некоторых случаях эту теорему, и потом мы увидим, на самом деле, точную формулировку, до какой степени это можно усилить. Но пока и это, в общем, совершенно замечательно. Мы доказали теорему пробовку Фермера. Сейчас решим несколько упражнений на эту тему, совсем простых. Три упражнения, то есть ввода 4, то есть ввода 4, то есть ввода А и В на теорему Фермера. Первое. Если k не делится на 3, то k в кубе дает остаток 1 или 8 при делении на 9. Смотрим, как это можно было применить. Понятно, что вместо n надо взять 9. Фермера 9 это 6. Значит, теорема Рейлера убеждает, что k в 6 степени минус 1, если k не делится на 2, обязательно делится на 9. Так, ну а что такое k в кубе минус 1? Это k в кубе минус 1 умножить на k в кубе плюс 1. Ну вот и тут получилось. Если у нас такое произведение делится на 9, то не может быть, что вот это делится на 3, это делится на 3, потому что число отличается на 2. Значит, либо вот это делится на 9, и тогда k в кубе дает остаток 1, либо второй умножитель делится на 9, значит, k в кубе дает остаток 8. Отлично. Теперь давайте посмотрим пункт B. Он вообще-то такой же. Дело в том, что 243 это 3 в пятой степени. То есть, функция Рейлера это 81 умножить на 2. Значит, k в степени 2 умножить на 81 минус 1 обязательно делится на 243. Опять разлагаем по формуле разных квадратов. Получается k в 81 минус 1 умножить на k в 81 плюс 1. Опять я не отвечаю, это всего лишь на двойку, поэтому никуда не денешься. Либо первый должен делиться на 243, либо второй. В первом случае k в 81 сравним с единицей, и во второй k в 81 сравним с числом 242. Замечательно. Первый день решит. Теперь смотрим на второе. Ну, вообще-то, смотрите, k в кубе, если k... Тут что вы хотели доказать? Что если сумма кубов делится на 9, то хотя бы одно из слагаевых должно делиться на 3. Повторяйте. Здесь нужно доказать, что если сумма кубов делится на 9, то хотя бы одно из числов А, В, С делится на 3. Ну, от противного. Пусть ни А, ни В, ни С не делятся на 3. В таком случае, по пункту А, при делении на 9, здесь будет либо плюс 1, либо минус 1. Ну, то есть, 8, минус 1, по-моему, 9. Здесь то же самое, либо плюс 1, либо минус 1. Здесь то же самое, либо плюс 1. Но, если плюс минус 1 составить число делящееся на 9, то вообще-то невозможно. То есть, даже плюс 1, плюс 1, плюс 1, это всего лишь 3, а на 9 не делится. Понятно? Хорошо. Следующая задача тоже абсолютно простая. У нас уже, видите, квадраты возникают. Проще говоря, надо понять, какие же бывают квадратичные вычеты по модулю 7. Самая простая в этой задаче. Смотрите, по модулю 7 есть вычеты плюс-минус 1, плюс-минус 2 и плюс-минус 3. Замечательно. В квадрате это будет 1, 4 и 9. 9 это 2. То есть, на самом деле, 1, 2, 4 это всевозможные варианты для... Ну и 0, конечно. 0, 1, 2, 2, 4. Это варианты для чисел А квадрата на Б квадрат и С квадрата. Давайте подумаем, как из чисел 0, 1, 2, 4 можно составить... Ну, может, некоторые низы графики повторять. В сумме из трехслагаемых число, делящеееся на 7. Ну, один вариант, понятно какой. 0, плюс 0, плюс 0. Но если здесь у нас числа делятся на 7, то они продолжают делиться на 7 и здесь. Все хорошо. Как по-другому? Я вижу единственный вариант. Это 1, плюс 2, плюс 4. Не знаю, в каком порядке, но в каком-то порядке идут 1, 2, 4. Замечательно. Поскольку слагаемые симметрично входят, да и так считаем. А квадрат дает остаток 1, Б квадрат дает остаток 2, С квадрат дает остаток 4. Замечательно. Возведем в квадрат. Здесь останется единица, здесь станет четверка, а 4 в квадрате это 16, то есть двойка. Здесь на самом деле поменяются низками. И сумма четвертых степеней тоже будет делиться на 7. Все понятно? Отлично. Еще несколько симпатичных упражнений. Первый из них. Найдите остаток отделения числа 7 степень 9999 на тысячу. Другое, тоже симпатичное. Представьте себе, что число А вздает просто с Н. Б – это какое-то целое число. Научитесь записывать решение этого сравнения. То есть докажите, поймите, что писать вместо украсительного знака, чтобы была относительность. Очень простая задачка. Нечетное число Н, докажите, что 2 в степени Н факториал, сравнимо с низкой по модулю Н. Найдите множество всех натуральных чисел Н, для которых сумма Н степеней чисел от 1 до Н, кратно число Н. И последнее из этих упражнений. Если дам натуральное число С, то существует такое число, сумма цифр, разумеется, в десятичности вычисления, у которого С, и оно делится на С. Ну, давайте пример. Скажем, если число С – это двойка, то годится число 2. И вообще, если С – это цифра, то сама эта цифра годится. Давайте интереснее что-нибудь возьмем. Смотрите, число должно делиться на 11, и сумма цифр у него тоже должна равняться числу 11. Ну, я не знаю, есть желающие проверять или нет. Ну, наверное, помню, наизусть. Если вот написать 11 единиц, и между ними нули, то действительно можно проверить. Просто есть такой признак, надо отсчитывать через одну цифру и другие цифры. Вот, и вот если сложить эти и вычесть сумму тех, и вот разделиться, то тогда... Так что для 11 тоже все хорошо. Оказывается, для любого числа С можно такое найти. Ну, давайте разбирать. Пожалуй, начну я с вот этой простой задачи. Смотрите, по теории Гейлера 2 в степени фи от n сравнимо с единицей по модулю n. Потому что двойка взаимно проста с числом n, значит, так и n. Но фи от n не превосходит числа n. Значит, n факториал делится на фи от n. Ну и чудесно. Возведем в недостающую степень и получим, что 2 в степени n факториала сравнимо с единицей. Просто надо вот это вот сравнение возвести в степень n факториал и на фи от n. и все получится. Хорошо. А где сыграет то, что это нечетно? Требовалось. Число, которое мы возводим в степень фи от n, должно быть взаимно просто с n. Взаимно просто, это и называется нечетное число. И когда вы двойку возводите в степень фи от n, что можно было применять к алимейлеру, n должно быть нечетно. Так, смотрим сюда. Ну, на самом деле, совсем легко. Надо просто так вот взять и понять, что а взаимно просто, значит, а в степени фи от n это единица. И, значит, смотрите, можно так написать. Ах сравнимо с b умножить на а в степени фи от n. Вот это вот единица, я так хитрый записала. И теперь, поскольку а взаимно просто с n, то можно это сравнение сократить на а. Значит, вместо украсительного знака здесь нужно написать, смотрите, что b умножить на а в степени фи от n минус 1. Вот так. Вот так решается сравнение. Очень важно. А должно быть взаимно просто с n. Если а не взаимно просто, то тогда b должно делиться на их общий делитель, ну и просто на него надо сократить, а уже потом применять эту новую к числам, которые получатся. все понятно. Хорошо. Давайте смотрим сюда. Вычислительный пример очень простой в точности на формуле. Смотрите, 7 в степени фи от 1000 это единица в а-мону 1000. Хорошо. 6 в степени фи от 1000. Это есть 1000 умноженное на 1 минус 1 вторая и 1 минус 1 пятая. Так. 1 минус 1 вторая это 1 вторая умножить на 4 пятых это у нас будет 4 десятых. То есть 400. Вообще-то не всякой формулы что такое число не терящее сми на 2 и на 5. Это число, которое кончается на одну из цифр 1, 3, 7, 9. То есть действительно 400. Взаимно простых с десяткой числа от 1 до 1000. Значит 7 в 400 степени дает в остатке 1. Отлично. Теперь смотрим здесь. Здесь у нас фактически написано 10000 минус 1. 10000 минус 1. Ну отлично. 10000 на 400 делится. Здорово. Здорово. Значит я могу написать так 7 умножить на 7 в этой степени 9999 это 7 десятитысячных то есть 7 в 400 25 то есть 1 по то есть 1 по удалю 20 и осталось разобраться. Когда у нас у нас какое-то число мы умножаем на 7 и получается какое-то там число. Нас интересует последняя единица. Ну в общем любой кто учился в начале класса школы это знает чтобы получить единицу надо сюда написать тройку. При этом перенесется двойка и чтобы здесь получился нолик надо сюда написать четверка 28 и 2 и сюда перенесется тройка и здесь должна получиться семерка и здесь написана единица. Отлично. заканчивается одна цифра 1 4 3 ответ 143 очень симпатичная задача предложения. Не меняя сумму цифр мы можем написать сколько хотим нулей и поэтому делимость на степень двойки делимость на степень пятерки мы легко обеспечиваем не меняя сумму цифр значит разумно разложить число с на множите 2 в степени а умножить на 5 в степени b умножить на какой-то множите с где число с с числом 10 цепь выделили степень двойки выделили степень пятерки и теперь в качестве числа n возьмем 10 хотите в степени а плюс b хотите в степени максимум из чисел а и b напишем много рублей чтобы делимость на вот это безусловно была верна и фактически нужно теперь обеспечить делимость на c очень интересно очень интересно откуда мы возьмем число у которого сумма цифр должна быть равна s и она при этом должна длиться на c а вот откуда по изучаем сейчас диаре фирма 10 в степени фиа c сравнивая с единицей по м с отлично ну если 10 фиа c сравним то здесь 2 фиа c 3 фиа c и так далее сравним значит я могу здесь написать такую сумму 10 в степени фиа c 10 в степени 2 фиа c и так далее и так далее и всего слагаемых будет s штук то есть закончится это все на 10 в степени s минус 1 умножить на фиа c вот все слагаемые дают остаток 1 выделение на c слагаемых s штук значит вот эта вот скобка делится на c ну и значит все число делится на s а сумма цифр в точности равна s решение вот эта задача крайне специфическая конечно не очень понятно кому интересно сумма в степени я не знаю но решается именно при помощи теоремы эйгера давайте разберем два случая первый случай число n нечетное n нечетное тогда все легко мы группируем слагаемое потому что смотрите n минус 1 тогда как разчетное следующим способом 1 в степени плюс n минус 1 в степени n 2 в степени n плюс n минус 2 и так далее и так далее k в степени n плюс n минус k в степени n и смотрите по моду n n это сравнимо с k в степени n минус k в степени n ну или если угодно есть формула что сумма нечетных одинаковых степеней если она тоже нечетная делится на сумму самих слагаемых сама сумма это n значит в каждой такой сумме получаем делимость на n значит для всех нечетных чисел замечательно все делится пусть теперь число n наоборот черное ну то есть пусть n это какая-то степень двойки умножить на n где n нечетное число смотрим на эти числа там есть какие-то четные слагаемые 2 в степени n 4 в степени и так далее и какие-то слагаемые нечетные отлично так вот когда вы возводите число четное в n степень то разумеется s у нас меньше чем n и поэтому все четные слагаемые при делении на 2 в степени s дадут 0 значит нам интересны если мы смотрим по-моему 2 в степени s такие слагаемые 1 в степени n 3 в степени n 5 в степени n и так далее и так далее и n минус 1 в степени n замечательно замечательно давайте вспомним что если у нас есть нечетное число любое нечетное число k то подчеркиваемые n k в степени 2 в степени s это функционер числа 2 в степени s сравнимо с единицей по модулю 2 в степени s ну тем более k в степени 2 в степени будет сравним и тем более k в степени m то есть все вот эти вот числа по модулю 2 в степени s дают остаток 1 но вообще-то их ровно n пополам штука и получается что вот это число сумма n в степени см assignment сравнимо с n пополам по модулю 2 в степени s ну а что такое n пополам это 2 в степени s минус 1 умножить на m а это число не делится 2 в степени s значит вот эта вот сумма не только на н не может делиться она даже на 2 в степени s не может делиться при делении на 2 в степени s она дает остаток 2 в степени веса минус 1.